Поговорим о вашей деятельности теперь. Как повлияло изменение политического пространства, развал Советского Союза на деятельность планетария? Для меня 90-е годы это были удивительные годы. Там было все можно. Обо всем писали, ты мог заниматься своей деятельностью, как-то все было очень легко. Сейчас многие вещи, которые тогда для тебя были интересны, я ряд лекций убрал, потому что говорят, ну как может, директор планетария, заниматься маркобесией. Но, скажем, говорить о неопознанных летающих объектах, ведь их не существует. Я очень горжусь, что я живу в СССР, что мне повезло жить. Мы были очень дружны, в игры играли всевозможные, самые разные, там, и карты, и домино, и лото играли. До сих пор у меня все сохранилось. Это было особо какое-то безумное интересное состояние. Сейчас такой близости между людьми нет. Это большая потеря. Сейчас тебе диктует очень много, что можно. Везде, сплошь и рядом, каждый, кто даже в этом не разбирает совершенно, но старается тебе сказать, что ты вот это делаешь так, а это не. Дальше у меня был аппарат, который создавал 200 звезд на небе, я читал экскурсии о мечам с этим аппаратом. Сейчас аппарат, который создает 6000 звезд на небе, все, видимые глазу. А цифровой может там хоть миллиарды звезд создавать у тебя над головой. И вот в этом отношении стало легче и интереснее. А с другой стороны, раньше люди не были этим избалованы, им даже то, что было, нравилось. А сейчас, сейчас у нас везде, там, эти очки, там, объемные, 5D, 7D и так далее. Никто толком не знает, что D означает, но тем не менее, все знают, что это здорово. Можете там пойти в кинотеатр. Раньше вот у нас единственный кинотеатр в СССР был, октябрь в Москве, где стереоизображение было, стереокино показывали. И с этого кинотеатра мы брали стереоочки, и у меня был стереоаппарат, и я читал экскурсию экспедиции на Луну. В 70-е годы, когда мы одевали очки, и перед вами в комнате возникало объемное изображение космических кораблей, космонавтов, и ни у кого не возникало даже мысли о том, что это подделка какая-то. У меня был вот такой талмуд, каждому слайду объяснение, что там было, почему тени такие, почему флаг калыш, что все было подробно расписано. Я проводил эти экскурсии. Это, наверное, единственный планетарий был в СССР, по крайней мере, как минимум, где можно было увидеть объемное изображение. Вот. И это была сказка какая-то. А сейчас приходит народ, которые говорят, вот там у вас пиксель проглядывает что-то, а сколько у вас кадров в секунду, вам нужно сделать 120, а не там 30, как у вас есть, и тогда у вас это здорово, они подсказали, показали мне люди это интереснее. Но вот сейчас народ уже такой, вот он избаловал качеством и количеством информации, которую получает. Поэтому я стараюсь давить не на количество информации, хотя очень много я его любаю в лекции, а то, чтобы люди поняли, почему это так. И когда ты проводишь экскурсии, ты постараешься, вот если такая симпатяжесть, почему, допустим, если такая атмосфера, почему она такая, какие процессы включаются в это. Если жизнь возможна, то какая жизнь возможна, что значит наша жизнь углеродная, на белково-нутрииновой основе, чем она может отличаться от других форм жизни. Вот самое главное, для меня кажется, не набить чем этой информацией, а чтобы он сам понял, отчего это именно так. Хорошо. Был момент, когда вас выселили из помещения педуниверситета. Как сейчас с этим обстоят дела? Ну, слово выселили как-то не нравится мне, потому что при проверке университета оказалось, что по мнению прокуратуры договор между университетом и планетарием был неправильно составлен. Хотя вставляли юристы педуниверситет. Единственное было требование прокуратуры изменить этот договор. Все. Все. И пока он заново не подписан, мы не можем там работать. Вот такая. То есть у нас все там. Там сейсовский аппарат стоит, там стоит штук 15 телескопов, обсерватория, которую мы сами делали, создавали купол. Там все стоит и ждет, когда. А собственность федеральная, поэтому все эти вещи можно оформить через Москву. А в Москве как-то таких, как мы, наверное, много. И поэтому на этот процесс уходит около 8 месяцев, около года, чтобы согласовать наше нахождение в этом помещении. Вот сейчас все, уже второй раз все разрешения получены с арендой на 5 лет в помещении. Сейчас документы дооформляются. И, наверное, как спадет этот ковид, потому что это же учебное заведение. Вот это закрывает, открывает. С марта месяца только вот разрешили студентам там учиться присутствовать. Я думаю, что мы с сентября месяца там будем, скорее всего, снова работать. То есть в этом году? Да, конечно. Уже сейчас все разрешения есть. Хорошо. Ваше отношение к закону о просветительской деятельности, которая сейчас появится? Как у всех, у меня масса знакомых астрономов, любителей, людей, которые занимаются просветительской деятельностью. Что-то вызовет просто дополнительная проблема. Ведь решать, кому можно, кому нельзя, будут те люди, которые этим не занимаются, как правило. Это будет решать в политике, это будет решать там начальство, которое наверху. Оно будет определять, насколько ты имеешь право читать эту экскурсию, провести экскурсию и лекции. Поэтому кто увидит, в котором сейчас закон есть, он нам не нужен. Угу. Хорошо. Спасибо. По поводу возрастного, возраста людей, детей, которые приходят в планетарий. В основном больше дети приходят, больше взрослые приходят. И как изменился вот этот возрастной, возрастная волна раньше, как вы говорите, в Советском Союзе, да? И вот сейчас есть разница. У нас около 40 программ. 40 программ. Самых разных. И живых концертов, и релакс, там, программ, и научность серьезных, вплоть до гравитационных волн, темной материи, темные энергии читаются, профессиональные люди, все это. Если говорить о возрастном цензе, от 5 лет до упора, сколько вы сможете ходить к нам. А в основном, конечно, это школьники. Это школьники. Они приходят классами, и число сразу забивает число тех взрослых, которые приходят там на сборные экскурсии, там по выходным, по праздникам. В Омске как-то все сложно, очень инертно в Омске. Мы когда в другой город приезжаем, там все там, в любое учебное заведение заезжаешь, там все, пожалуйста, тут же договаривайся. В наших школах приехать очень проблематично. Поэтому турагентство возит к нам детей. Вообще, что-то сложно, непонятно. Вот почему ты вечером можешь, учитель может взять класс ребятишек и на общественном транспорте Омском привезти их к нам и увезти обратно в школу. А на тур автобусе, который заберет детей с креслами, где есть специальные ремни безопасности, где у каждого ребенка указано место. На этом автобусе привозят планетарий, ты смотришь, что это нельзя. По закону это нельзя. Почему один учитель, класс может везти, там у нас автобусы полные, там не вошли все, допустим, что делать-то тогда. У них есть вещи новые, которые непонятны совершенно. Но тем не менее, в связи с пандемией, вот сейчас меньше, но разрешение получено, люди пошли. А взрослые, конечно, хотелось, чтобы больше приходило людей к нам, но может быть из-за того, что такой акционной рекламы у нас нет. Хотя время от времени мы появляемся где-то на телевидении еще где-то. Сейчас стало меньше посещать людей, но это достаточно, что планетарий выжил, так скажем. Вот поэтому в любом случае вот эти посещения групповые школьников, они забивают взрослых. И с семьями часто приходят, очень часто. Есть у нас романтические экскурсии, там когда вы можете вдвоем прийти, это чудо будет создаваться только для вас. Сейчас подарочки, у нас есть кусочки комет, настоящий из космоса. Вот раньше в лугаре знахаря делали на шее, говорили, что спасать, держать смерть. Я не проверял, правда не знаю. Надо провести эксперимент. Да, одно из самых целых веществ на Земле. Мы вот хорошим людям дарим их планетарий. Они за них пытаются вот наши задачки решить по космосу, которые мы даем, выиграли. Мы дарим такие вот кусочки космического вещества настоящих. Замечательно. В одном из интервью вы говорили, что вас приглашали работать в Москву. Вы не поехали. Жалеете об этом? И почему остались в Омске? Когда-то и на первом курсе, после первого курса я попал в крупную экспедицию комитета по метеоритам Академии наук. Руководил ей легендарный академик Флоренский Павел Васильевич. На Земле один из крупнейших спецов по летосфере. А почему он уходит в минералах? Бог. И в этой экспедиции были преподаватели МГУ. И они говорили, давай прям к нам, но с первого курса заново. И я почему-то не поехал, решил остаться в Омске для того, чтобы рассказывать о звездах о мечах. А потом предложения были в планетарии там работать еще где-то. Но вот я не знаю, что меня как бы уберегло от этих поездок. Я считаю, что если бы я тогда в МГУ уехал, то не было вот этого вот удивительного кружка астрономического в Омске. А если бы он возник, это был бы совершенно другой кружок. Это была совершенно другая история. Ну, есть вещи, о которых ты, может быть, жалеешь. Вот, скажем, как-то комитет по метеоритам предложил мне поехать на Эль-Гагадын. Это в Якутии кратер метеоритный огромный. И было предположение, что в нем найдены тоже кусочки комитеты, где-то оплавлено истекывает. Очень сложно добираться на поезде, потом на корабле, потом на вертолете. И вот я должен был участвовать в экспедиции. Я ребятишкам пообещал их в это время везти в экспедицию. И я повез их в экспедицию, отказался поездить. До сих пор жалею. Может быть, можно было перенести как-то эту поездку на другое время. Не знаю, это же удивительные путешествия. Такой раз жизни, может быть, дается. Это была единственная экспедиция комитета по метеоритам туда. Вот. Поэтому... А то, что я куда-то не уехал, у меня нет. Я считаю, что я на своем месте. Вот именно там, где я должен быть и рассказывать людям о космосе, так, чтобы у них появилось желание посмотреть телескоп и почитать о звездах и планетах. Хорошо. Каким видите будущее планетарий? Что хочется туда еще нового привнести? для такого города, как Комск, это не планетарий. Это, конечно, что-то помещение вот с этой комнатой. И тем более помещение, аренда, которую мы оплачиваем, там, бухгалки и все. Мы выживаем. Особенно сейчас. Я помню, года два я бегал по министерствам, по правительству. Они нас знают, все меня знают. Но город, денег нет, ничего сделать не можем. Я пытался к юбилею города, чтобы построили настоящий планетарий. Вот в Москве возьмите полосу, и все крупные города, все имеют свои планетария. Они, которые, как Иркутск, скажем, три планетария крупных имеют. Где можно было посадить, там, сотню человек. Новосибирск построили удивительно, потрясающий планетарий. 16 метров только купол у них находится. Они как заведение, где и школьники обучаются, и огромный двор. А они как гос-учреждения. Конечно, да, муниципальные учреждения. Как у нас дворец творчества, примерно. Дворец пионеров городской, примерно. Грушеву. Примерно так у них. А Иркутск – это единственный город крупный, который выпадает вот из этой полосы, в которой нет планетария. Ведь тогда же на юбилеи там крутые деньги выделяли. Их все раскидали. А на нас деньги. Ну, и может, я много требовал. Я требовал там миллионов 300, чтобы построить не просто купол там, да, а сделать центр популяризации науки. Ведь если у вас есть аппаратура, не важно, о чем вы рассказываете. Вы рассказываете о структуре атома, Вселенной или о растениях каких-то, да. Вот, то есть, любая наука, она может быть показана, там, куполе, с 3D-изображением. Есть такие программы, которые все это делают. Но не удалось. И вот один человек, мой знакомый, Геннадий Шневевич, наш, один из самых богатых людей, в Омске, а он математик, всю жизнь он в лагере, но он занимался, он наученческим учащикам, и через это я с ним знаком, почти всю жизнь. Он сказал, ну, что ты ходишь, унижаешься, просишь там что-то, делать свое дело и все. И я стал делать свое дело. Я купил цейстерский аппарат, мне очень повезло. Это была случайность какая-то. Я его купил практически за бесцен, там, тысяч за 200 аппарат, который раньше ставили в крупных городах для показа звездного неба в планетариях. Человек, который его продавал, у него были мои ученики знакомые, когда он узнал, кому, что это не просто там вот, из-за денег, а что вот, это по любви ко Вселенной. И он нам отдал очень дешево. У нас в Омске сейчас есть аппарат, который стоялся в крупных городах. Потом цифровой аппарат купили. Сейчас вот планетарий изменился очень сильно. 200 звезд раньше, 6 тысяч аппаратом здесь, а цифра дает много. У нас есть очень много возможностей, чтобы донести до амичей, вот тайны и чудеса нашей Вселенной. Может быть, стоит обратиться к каким-то частным инвесторам, чтобы построить помещение именно, как вы хотите. Там много-то не требуется, да. Я не знаю, пока... Ну, все, к кому я обращался, как-то вот... А были у людей проекты у самих, сделать большой планетарий, и вот даже как-то у нас в Омске был 10-метровый купол, который поставили в континенте, но люди уехали, сказали, что в Омске невозможно все это дело содержать, то есть не окупается. То есть они... Краснодарский край, там сейчас работают, я знаю этих людей, а 10 метров, это уже, в принципе, приличный купол. Нехорошая аппаратура стояла, она стоит там несколько миллионов, но для меня это большие деньги. В информации, 22 мая будет последнее ночное наблюдение. Значит, летом не будет больше? Да, ничей нет. То есть мы это будем наблюдать. Дело в том, что исчезла ночь. То есть вот есть день, и после дня ночь сразу не наступает. Идут сумерки. Гражданские сумерки, когда у нас темнеет, постепенно не видно звезд. Навигационные сумерки, когда появляются первые яркие звезды. Астрономические сумерки, когда видны слабые звезды, но еще не самые слабые, небо еще светлое, и наступает ночь после этого. Вот граница между закатом солнца и наступлением ночи, примерно 2 часа. А летом ночи нет. Сумерки здесь, после заката, и сумерки перед восходом. И получается светлое небо. И темнеет. Вот у себя даже сейчас темнеет уже где-то к 11 часам. Это очень поздно для проведения экскурсии. Поэтому вот в субботу мы проведем экскурсию такую для амичей с наблюдением хорошую погоду обещают. И потом только в августе месяце. И там будет красотища. Там Юпитер, Сатурн приблизится к Емле, Луна будет рядом с ними. Но в июне еще, сейчас нужно днем наблюдать солнце. 10 июня будет солнечное затмение. В Омске неполное, конечно, частично, но все равно здорово, в телескопе чем-то видно, там, как Луна закрывает солнце. У нас есть телескопы, которые позволяют пропагираться на солнце. Ведь языки пламени, Коронада, так называемая современная последняя технология, которая вообще появилась на Земле. У нас есть такой аппарат. Я его сразу приобрел, чтобы показывать амичам. То есть вы смотрите на солнце, сейчас минимум активности солнца, сейчас пятен практически нет на солнце. То есть смотришь просто белый кружочек. А в Коронаде посмотрели, а там языки пламени, тут там в реке текут по солнцу, там видно структуру хромосферы, поверхности солнца, линия Ашальфа, линия водорода, солнце в основном водород, и яркость всех остальных длингового излучения исчезает, и вы видите солнце таким, каким оно есть на самом деле. Вот это можно еще и посмотреть. Спасибо. То есть речь шла именно об амичах, которым в планетарии мы могли бы показать что-то. Насколько вы довольны текущим развитием проекта? И что вам не хватает для рывка? Один из писателей сказал, стремись занять командные посты, ибо я к этому можно в будущем к тому делу, которому ты служишь. Я не хочу идти ни в какое управление, поскольку это будет отнимать у меня время для того, чтобы видеть звезды. Но если бы нашлись подвижники, нашлись бы деньги, чтобы можно было бы для Омска, не для зарабатывания денег. Каждый, кто знает меня, знает, что если мы деньги зарабатываем, мы их вкладываем в это дело целиком, чтобы Омск наконец-то имел настоящий, большой, удивительный центр популяризации науки и астрономии прежде всего, чтобы там была площадка для наблюдения обсерватория с крупным телескопом, чтобы мы могли показывать в очень хорошем качестве, на большом экране, создавая звезды вокруг вас, Вселенную, которая нас окружает. Сейчас ребятишки приходят, и ты их спрашиваешь, вот из 800 звезд, которые на небе имеют, собственно, не на сколько звезд, вы знаете. И вот класс приходит, они, ну, максимум 2 звезды, иногда 3 бывают, но это редкий случай. Это элитный класс, хотя вот когда из деревень приезжают ребятишки, они знают намного больше, чем городские ребята о звездах. Три звезды по России. Из Ачаира, из Черлака, вернее, не, из Ачаира, да, приехали. Ребятишки, они там из Азова, вот из Азова приехали ребятишки, которые 17 звезд назвали, причем они их не просто назвали, они назвали Садуи, я что из себя представляю, звезды, я был шокирован просто, это было безумное интересное. Но вот сейчас для большинства людей на вас над головой висят просто белые точки. Это как в Лондоне был такой случай, когда в одном из районов Лондона погасло электричество, и вместо планетари посыпались звонки, люди спрашивали, что за белые точки висят у них над головой. И вот город, он катастрофически теряет звезды. У нас безумное количество фонарей, причем большая часть фонарей, они сделаны, скажем так, с диким световым загрязнением. Вот я домой еду по Левому берегу, и у нас там шары вот эти светящиеся стоят, они вообще в сторону светят, они светит небо, все вокруг, ваши глаза и звезды исчезают. И вместо трех тысяч звезд, которые должны висеть на зонском каждую ночь, выгляните в окошко, выгляните, ну, 10-20 звезд, не больше. Для того, чтобы видеть эту красоту, надо ехать за пределы города. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы в Омске такой вот крупный планетарий, был телескоп, и это где-то было бы не в центре города, так скажем, немножко сторонней, сторонней от нефтезавода, чтобы могли увидеть звезды. Как в Новосибирске, у них планетарий на окраине, они там делают потрясающие фотографии. Ну, что, мы обращаемся ко всем, кто готов принять участие, в том, чтобы в Омске звезды стали ближе, и появился свой большой планетарий. КОНЕЦ КОНЕЦ